Поэтому он растет всего на 10-15 сантиметров в день. Пропускали через эту траву провинившихся. Ведет раз в жизни, а потом погибает. Может ободрать до костей. Именно здесь спрятал свой ключик буратино когда-то и плавал черепах тортила. Самое высокое дерево на планете. Растет до двух тысяч лет. Оказывается, те кедровые орешки, которые мы думаем, что это кедровые орешки, они сосновые орешки. Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня приехали в Никитский ботанический сад. Моя мечта сбылась. Сегодня экскурсия для ботаников. Все ботаники присоединяйтесь, остальные можете сразу выключать, потому что будет про деревья, про историю сада. Сейчас пойдем на экскурсию, которая будет длиться целый час. И по ходу экскурсии, естественно, будем делиться с вами информацией. Никитскому ботаническому саду больше 200 лет. 1812 года основания. Сейчас покажу вам дуб, который практически с основания здесь стоит. Турецкий дуб. 190 лет. А сейчас маленький секрет. Алеандр, который все знают, оказывается очень сильно ядовит. Если он попадет в глаза, можно даже ослепнуть. Главное его не рвать. А на цветочки любоваться можно. Догоняю экскурсию. Итак, гималайский кедр, которому 170 лет. Вот этому кедру 170 лет. А вообще, это для него совсем не возраст. Они живут тысячелетиями. Представляете? На пальмах девочек есть плоды. А на пальмах мальчиков плодов нет. Лавровый лист. Вы офигеете. Это лавр. Идем в парадную часть сада. А сейчас я вам покажу мою любимую сосну. Это сосна Пиннио. Она итальянского происхождения. Здешнему дереву 180 лет. Показываю. У него тяжеленные шишки. Именно этими шишками Буратино кидался в Карабаса-Барабаса. А на самом-то деле Пиноккио кидался в своего врага. Не помню, как его зовут. Друзья. Дубовая аллея. Дуб. Совершенно не похож на наш дуб. И называется он каменный. А каменный, потому что древесина его тонет. Я сейчас вижу, летит сова. Вот я вам клянусь. Только что пролетела огромная птица. Это как будто сова. Оказывается, бамбук самое быстрорастущее растение на планете. У себя на родине он растет еще быстрее. А в Крыму ему суховато. И поэтому он растет всего на 10-15 сантиметров в день. Правда, растет он активно в году. Всего месяца полтора. И вот по этой всей бамбуковой роще одно корневище. Возраст одной вот этой палочки. Называется она соломина. Кстати, это взлак. Это трава, бамбук. 10 лет максимально. И потом они высыхают и обновляются весь парк постепенно. Потому что у них общее корневище. Этому дереву 700 лет. Это тис-ягодные. А вообще они живут до 4 тысяч лет. Кубок из тисового дерева ядовит. И действуют не сразу. И любая жидкость, пробыв в нем полтора часа, становится ядовитой. Таким способом избавлялись от неугодных людей. Секвоя, самое высокое дерево на планете, растет до 2 тысяч лет. Вообще их родина Америка не горит. Выращивают в Америке в промышленных масштабах, потому что не горит древесина. Сейчас покажу секвоя дендрона. Это самое высокое дерево в Никитском саду. Они достигают в диаметре 10 метров. То есть это дерево будет еще расти и расти. Это младенец, нам сказали. Несколько тысяч лет они растут. Итак, мы в Розарии. Он, конечно, очень красивый. Розы цветут периодами. Сейчас мы попали на очередной период цветения роз. Я сейчас вам покажу дуб, в котором он 500 лет. Он здесь был еще до основания сада. И последние 100 лет он стоит с двумя пломбами. Смотрите. Это дерево называется Бестыдница или Курортница, потому что раз в год оно скидывает кору. Сейчас оно уже с новой корой, но совсем-совсем тоненькой. А вообще земляничник какой-то там. Супер новость. Оказывается, те кедровые орешки, которые мы думаем, что это кедровые орешки, а не сосновые орешки. А настоящие кедровые семена есть нельзя. Шишки елок висят вертикально вниз. Шишки сосны все в разные стороны направлены. Шишки кедров ровненькие, как лампочки сидят. А шишки пихты на самой вершине. И вот так по шишкам, кто плохо разбирается хвойником, по хвоим, по хвоинкам, можно по шишкам угадать. Молодая листва лаврового дерева ядовитая. Надо заготавливать лавровый лист зимой. Показываю вам, какая листва ядовитая. Вы сейчас поймете. Светло-зеленые листочки ядовитые. А вот как выглядят лавры, которые много десятков лет формируют крону им специально искусственно. Сейчас покажу вам магнолию, которой 140 лет. Вообще магнолия – это первое дерево на земле, которое зацвело. И вот сейчас я покажу бывший цветок. Он выглядит как шишка. Красивейшие, мои любимейшие южные деревья – это платаны. Знаменитая китайская беседка. Она здесь уже как минимум 100 лет стоит. Место для фотосессии. Для фотосессии дают мало времени. Надо очень спешить. Мексиканская горка и китайская беседка. Агава, которая цветет раз в жизни, а потом погибает. Показываю. Из его родственника агавы, по-моему, голубой, делают текилу. Пампасская трава. Показываю. Жесткая. Она вид-то какая нежная. И вот про пампасы – это вот с этой травой связано. С его сочетанием. Как там? С пампасами как там? Даже было такое наказание. Пропускали через эту траву провинившихся. Может ободрать до костей. Сейчас я покажу вам старый, самый старый прудик Никитского ботанического сада. Вот здесь он за моей спиной. Именно здесь спрятал свой ключик Буратино когда-то и плавал черепаха Тортила. На этом месте я с вами попрощаюсь. Всем пока. До новых встреч. Подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok